Деление отрезка в данном отношении. Пусть нам известно в каком отношении точка С делит отрезок АВ. То есть нам известно отношение АС к ЦБ. То есть пусть АС деленное на ЦБ равно лямбе. То есть точка С делит отрезок АВ в отношении лямбе. Нам необходимо найти в этом случае координаты точки С. То есть нам надо выразить координаты Х0, У0 через координаты концов отрезка. То есть через координаты Х1, У1, Х2, У2. Как это сделать? Точно так же как в предыдущем случае при делении отрезка пополам. Проведем прямые из точек АВ и С параллельные осям координат. Вот таким образом. И используя теорему Фалеса запишем пропорциональность соответствующих отрезков. То есть параллельные прямые делят другие прямые, пересекающиеся параллельными прямыми, на пропорциональные отрезки. То есть получается, что АС так относится к СБ, как вот этот отрезок по оси его Х от Х1 до Х0 и деленное на отрезок Х0 и Х2. То есть получается, так и запишем. То есть получается, что длина отрезка, можно было точки здесь поставить какие-нибудь, но это не обязательно. Длина отрезка от Х1 до Х0, чему она равна? Надо от координаты конца вычесть координату начала. То есть надо от Х0 вычесть Х1. То есть по условию тогда и потери Мефалеса мы можем записать следующее равенство. То есть Х0 минус Х1 это длина соответствующего отрезка, которая является проекцией отрезка АС. Далее запишем отношение к проекции отрезка СБ, то есть соответствующего отрезка Х0 и Х2, длина которого равна Х2 минус Х0. И это отношение должно быть равно потери Мефалеса лямбда, то есть тому же самому отношению. Аналогично запишем отношение соответствующих проекций на ось У. Тогда у нас получается, что У, то есть сначала мы берем отрезок соответствующий отрезку АС, то есть это будет от У0 надо вычесть У1, У0 минус У1 разделить на У2 минус У0 равно лямбда. Ну и теперь осталось только выразить из данных равенств Х0 и У0. Предположим, начнем выражать вот из первого равенства Х0. Почему? Потому что У0 выводится аналогично. Тогда у нас получается, во-первых, сразу умножим правую часть на Х2 минус Х0. То есть обе части, если умножить на Х2 минус Х0, слева сократится, а справа появится этот множитель. Ну или можно так рассуждать. Подписать вот здесь вот справа единичку, а потом по пропорции перемножить. Тогда у нас получается лямбда умножить на Х2 минус Х0 равно Х0 минус Х1. Итак, у нас получается Х0 минус Х1 равно лямбда умножить на Х2 минус Х0. Раскрываем скобки и переносим все, что связано с Х0 в левую часть. Тогда у нас получается Х0 минус Х1 равно лямбда Х2 минус лямбда Х0. Переносим все, что с Х0 связано влево. Тогда у нас получается Х0 плюс лямбда умножить на Х0 равно Х1 плюс лямбда умножить на Х2. Выносим за скобки общий множитель в левой части. То есть Х0 можно вынести за скобки. Тогда у нас получается Х0 за скобки выносим. Получается единица плюс лямбда равно Х1 плюс лямбда Х2. Ну и теперь осталось только поделить на единицу плюс лямбда обе части. Тогда у нас получается, что Х0 будет иметь вид Х0 равно... Х1 плюс лямбда Х2 разделить на единица плюс лямбда. Ну и аналогично получаем точно так же у нулевое. Формула будет аналогичная. у нулевое равно у первое плюс лямбда у второе разделить на единица плюс лямбда. Координаты точки С найдены.